Несколько социальных учреждений, путь к остановкам общественного транспорта и многоквартирные жилые дома. Тротуар по улице Дальневосточной, что в Кировском районе города, часто используется местными жителями. И они обратились к исполняющему обязанности главы Самары Ивану Носкову с вопросом проведения ремонта пешеходной зоны. Самарцы говорят, что тротуар находится не в самом хорошем состоянии. Необходимо заменить почти 2000 квадратных метров асфальта. Во время личного приема Иван Носков отметил, что в этом году погода уже не позволит выполнить качественные работы, поэтому участок поставят в план на ближайшую весну. Давайте так, с учетом того, что там не сегодня-завтра снег пойдет, там все-таки не два квадратных метра, на весну поставим в план, себе зафиксируем, что этот тротуар надо будет делать, а вы проконтролируйте. Еще одно обращение поступило от родителей учеников 2-го корпуса школы номер 156, что находится на 18-м километре Московского шоссе. Они заявляют, что здание 1962 года постройки не соответствует современным требованиям. Необходим его ремонт. А возле учреждения есть и неухоженная контейнерная площадка, мусор от которой часто попадает и на территорию школы. Как пояснила руководитель департамента образования Ирина Каковина, в учреждении постепенно проводят ремонтные работы. Исполняющий обязанности главы города ответил, что приедет посмотреть состояние здания и уже на месте будет принято решение о необходимых ремонтных работах. Чтобы это были не слова, мы с вами выйдем на месте, посмотрим, что-то своими глазами и на эту тему отдельно там побеседуем. И с директором, что было сделано, что планируется сделано. А вот по поводу мусора, особенно 1 сентября, это прямо очень хорошее замечание. Это точно надо делать. Контейнерную площадку мы в ближайшее время отремонтируем. Также на личном приеме исполняющего обязанности главы города рассматривали обращения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также вопросы имущественных отношений и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.